Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. До Нового года осталось совсем немного, а я продолжаю снимать атмосферные ролики для вас. Сегодня на мне вот такая вот кепочка прекрасная с Дедом Морозом, и неспроста, потому что сегодня я снимаю для вас переписку. Я прекрасно знаю, как вы любите смотреть всякие переписки от меня, где я с кем-то общаюсь, и переписка эта будет на новогоднюю тематику. Сегодня я собралась общаться с Дедушкой Морозом, который назвал себя лично моим Дедом Морозом, который доставляет только мне подарки, причем крутые подарки, и связывается с моими подписчиками, которые действительно верят в то, что он мой Дедушка Мороз, который знает, что я загадала в этом Новом году, что я написала в письме и так далее, так что этот ролик будет очень-очень интересный. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного, и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Сегодня у меня вот такой вот новогодний немножечко макияж. Очень красивый смоки, в этот раз я себе сделала, и нереально довольна. А также, ребятки мои, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, особенно премьеры, и оставаться в курсе всех событий. Давайте наберем под этим видео 50 тысяч волшебных пальцев вверх. Если мы это все-таки сделаем, то в эту же секунду выходит новое новогоднее видео. А также в этом ролике я спрятала для вас два новогодних эмодзи. Если вы будете смотреть это видео от начала до конца, то вы их найдете. И ваша цель — отправить в них директ в Инстаграме. Ник вы сейчас видите вот тут вот. Обязательно подписывайтесь также по ссылочке ниже в описании. Ну а теперь я уж точно могу пожелать вам приятного просмотра. Мы можем начинать. Поехали, зайчики! Хочу сразу предупредить, что переписываться с этим Дедушкой Морозом. Дедушкой Морозом буду через свой фейковый аккаунт. То есть этот человек, который скрывается за этим профилем, не поймет, что типа я настоящая Карина Аракеляна, и я снимаю видео. Выведим мы этого Дедушку сегодня на чистую воду, и поймем, кто же все-таки за ним скрывается. Хочу начать с обзора на этот аккаунт. Итак, он был создан вообще буквально, ну часа два, может быть, назад. Чему я была удивлена, естественно, вы, мои дорогие зрители, в первую очередь начали кидать мне в директ этот профиль. И многие написали, сними о нем видео, сними о нем видео. Я подумала, ну почему бы и нет? Давайте же посмотрим сами фотографии. Моя фотография с папой и сестрой, семья Карина, моя самая любимая внучка. Дальше фотография якобы его. Ем мороженку. У меня к вам вопрос, что подарить Карине Аракелян? Еще одна фотка. Меня пригласили на телевидение, хотели, чтобы я стал блогером, как Карина Аракелян. Ой, боже мой, еще одна фотка, обычная с моего аккаунта. Вам нравятся фотографии моей внучки? Давайте все вместе решим, что же ей все-таки подарить. О, господи. Следующая фотография. Моя любимая внученька, которой я доставляю подарки лично на Новый год. Как думаете, что ей стоит подарить? Действительно, очень интересный вопрос. Дальше фотография какая-то взята из интернета. Я ее видела не один раз. Дедушка Мороз и Снегурочка. Мои фанаты нарисовали меня с моей Снегурочкой. Хотели бы увидеть Карину Аракелян в виде Снегурочки? Ну, просто такие, знаете, тупые вопросы. Даже долистывать до конца не буду. Ник этого профиля вы видите на своих экранах. Тут уже целый один подписчик. Красота. Итак, описание самого этого профиля. Твой крутой Дед Мороз. Да, ни у кого ни капли не украдено. А себе доставляю подарки Карине Аракелян. Самый современный дедуля, которого ты знаешь. В мои подарки входят iPhone 11 Pro, машина Mercedes и все. Прикольно. То есть, это Дедушка Мороз, наверное, намекнул на то, что он мне подарил iPhone 11 и якобы Mercedes. А также тут есть истории, которые я специально не смотрела. Надеюсь, там нет ничего такого запрещающего. Взглянем. Красивый фотография. Моя самая красивая внучка. Мои рисунки от моих фанатов. Еще какая-то фотка Дедушки Мороза маленького. Еще другого. Еще другого. Еще другого. Еще. О, господи, ребят. Этому человеку, который скрывается за этим аккаунтом, реально нечем заняться. В преддверии этого прекрасного волшебного праздника Нового года. Я надеюсь, я вас не смущаю, да, вот этой прекрасной кепочкой. Решила просто поднять вам настроение. Красота, боже. Я подготовила вопросы, которые я написала к себе в заметке. И сейчас мы будем писать от лица фанатки. Типа, вау, ты реально Дедушка Мороз. Я думаю, мы можем начинать. Вау, ты реально Дедушка Мороз Карины и смайлики шока. Даже не шока, а такие, типа, сжатые зубы. Мне Дедушка Мороз уже ответил приветики. Да, он самый. Ребят, мне кажется, все эти люди, которые создают фейковые аккаунты, они реально ждут того, чтобы я им написала. Мне кажется, там девочка или мальчик, которая сидит сейчас и со мной переписывается, она просто в шоке. Да, он самый. Ты что-то хотела? Как тебя зовут, деточка? Ну, блин. Меня зовут Катя. Я тебя просто обожаю. Можно задать тебе вопросики? Я так тебе завидую. Ты реально Дедушка Мороз? Меня все любят. Всегда за, ответил мне этот Дедушка. Ну да, естественно, всегда за. Я даже не знаю, ребят, о чем можно попереписываться с Дедушкой Морозом. Ну, раз он выставляет себя за человека, который якобы мне доставляет подарки, давайте же зададим ему, естественно, наводящий вопрос. А Карина уже написала письмо Дедушке Морозу? То есть вам. То есть ему. И напишу еще, типа, дальше в сообщении. Ой, тебе. Типа, я такой маленький ребенок и реально не знаю, как общаться с Дедушкой Морозом. Конечно, тебе разве не говорили родители, что я существую? Я современный Дедушка Мороз. Ого. Круто. Влюбленные смайлики. Я так тебе завидую. Кстати, не в тему сейчас, ребят, но у меня даже на ногах надеты новогодние носочки. Посмотрите, какие они крутые. Так, продолжаем переписку. Мне отвечает Дедушка. Да, уже написала. Ну, во-первых, я не писала еще письмо Дедушке Морозу, еще не просила никакие подарки. А также мне написали. Ой, Дедочка, ну что ты? Я самый обычный Дедушка Мороз, который отправляет подарки самой Карине Аракелян. Таких дедушек еще много. Но я думаю... Ждем, что он там напишет такого интересного, что он там выдадет. Я самый крутой. Раунд. Ого. А что Карина заказывала у тебя в том году? Я реально не верю. А дальше я думаю, я напишу якобы, слушай, можно как-нибудь передать подарок через тебя? Я типа фанатка Карины и так далее. Я думаю, прямо сейчас так и напишем, но прочитаем ответ. Ну, это, наверное, секрет. А то не исполнится, но я могу тебе рассказать. Ого. Рассказывай. Не верится, что я переписываюсь с самим Дедушкой Морозом. Она заказала, ну, 50 миллионов подписчиков. Написал мне этот Дедушка Мороз. Господи, что за бред? Нет, но мне бы хотя бы до 2,5 миллионов для начала дойти. И я это, естественно, загадаю в этот прекраснейший праздник. Но 50 миллионов, я думаю, это чересчур много. И у меня никогда не будет столько подписчиков. Естественно, хотелось бы. Хотелось бы 100 и 1 миллиард подписчиков. Потому что я обожаю вещать на камеру, снимать веселые видео. Поверь, детка, отвечает мне этот Дедушка Мороз на мое сообщение, что типа я не верю, что с ним переписываюсь. О, Господи, Боже. Слушай, а можно передать подарок Каине через тебя? Еще я так пишу, типа, прям через тебя. Поцелуйчики, сердечки. А у тебя есть свой личный Дедушка Мороз? Нету. Хочешь стать моим личным Дедушкой Морозом? Задам я ему этот вопрос. Я бы была очень-очень-очень рада. Куча влюбленных стикеров и стикеров, которые угорают. Ребятки, у меня для вас очень важная новость. 14 декабря в городе Санкт-Петербург пройдет акция «Ты в центре». Название означает, что ты в центре города, в центре внимания и в центре молодежного клуба. Это как день открытых дверей, когда несколько молодежных клубов расскажут вам о том, какие они классные и что бесплатного и интересного для молодежи они могут предложить. А вообще, Петербург — это единственный город в России с разветвленной системой молодежных учреждений. Представляете, целых 333 подросткового молодежного клуба работают в городе, где с 14 до 30 лет молодой человек может абсолютно бесплатно развиваться по интересным для него траекториям. Обязательно приходите на мероприятие 14 декабря в Санкт-Петербурге. И самое главное, узнавайте много интересного. Блин, мне кажется, прикольно получается, но я немножечко волнуюсь за то, что все-таки Дедушка Мороз по моим тактикам переписок, обычно в моих роликах, если он их смотрел, типа, да, поймет, что я снимаю видео и что все-таки я не тот фейковый аккаунт, а это реально Карина, которая снимает видео. Даже не знаю, но если ты хорошо себя вела, я бы стал, только вот. Ты как себя вела в этом году? Очень хорошо, но я курю сигареты. Я не знаю, зачем я решила это написать. Интересно, что скажет Дедушка Мороз? Да, Дедушка Мороз. Я сейчас напишу еще, типа, а мне 11 лет. Ты меня за это простишь? Тут дела пойдут не очень, и всякие эмоции отправляет мне этот Дедушка. Блин, реальный угар. Я, кстати, не думала о тем, чтобы так пранковать тех, с кем не переписываюсь, но, блин, это прикольно. Интересно, что мне сейчас скажет Дедушка Мороз? И все-таки станет ли он нашим личным Дедушкой Морозом? Хотя он и так вроде мой личный. Ну ладно, упустим эту тему. Прощу, если ты помолишься Богу и начнешь правильно питаться. Ага, вот как. Мне что-то подсказывает. Продолжает печатать. Интересно, чем же он завершит данные сообщения. Ты сегодня ел один фастфуд. Да что уж там, бейзи кот. Знаешь? Эмоджи, которые, типа, злятся. То есть, Дедушка Мороз нас сейчас обвиняет в том, что мы едим фастфуд. Ну, во-первых, мои дорогие фастфуд, я не ем. Так, с меня спадает шляпа. Кепочка. С Дедушкой Морозом. Уже очень-очень давно, да. Ну, бывает там раз в неделю, раз в две недели. Но чтобы жрать каждый день, нет, такого у меня нет. Я Дедушка Мороз только Карины, потому что она по-настоящему добрый человек. Ой. Мне захотелось написать спасибо, но это бы было опаливано. Я чуть не спалилась только что, ребят. Круто. Да, я знаю. Я ее фанатка. Передай ей подарок. И еще скажи, что я ее очень люблю. Господи, блин, это такой угар. Интересно, что нам на это скажет Дедушка Мороз? Печатает сообщение. Можешь стать такой же, как она. Тогда, может, и стану тебе отправлять подарки. Нифига себе нам сегодня Дедушка Мороз попался, ребятки. Не из простых. Конечно, передам. Да, мы с ней каждый день видимся. Ого. Даже летом? Вот этот вопрос нереально сейчас залез в голову. Типа, как мы можем с Дедом Морозом видеться каждый день, если летом его как бы, ну, не может быть. Потому что Дедушка Мороз, он как бы любит мороз. А летом его, ну, не должно быть в том месте, где я живу. Имеется в виду в Москве, да? Тут, типа, у нас погода совершенно разная. Я у нее иногда дома живу. Я же все-таки Дедушка Сам Мороз. Но летом я впадаю в спячку. Что за бред? Что за бред я читаю? Ребят, объясните мне, пожалуйста. Как Дедушка Мороз может впадать в спячку? Боже мой, что за бред? Господи, объясните мне, пожалуйста, что происходит? Ребят, если у вас Дедушка Мороз тоже впадает в спячку, ставьте лайк в этом видео. А у тебя были какие-нибудь еще вопросы? Так, давайте-ка подумаем. И раз Дедушка Мороз хочет еще вопросы, зададим еще вопрос. О, а ты знаешь адрес Карины? Может, вместе передадим ей подарок? Точно. Было бы очень-очень круто. И смайлики влюбленные, и сердечки. Там, я не знаю, блестки, всякие смайлики, розочки, подарочки, скелетики. Типа, огромное количество эмодзи. И, кстати, мне нравится это обновление в Инстаграме, когда эмодзи становится больше. Потому что раньше такого не было. Да, влюбленный и крутой смайлик. Насчет подарка? Ну, если она разрешит. Сейчас, напишу ей. Секунду. Ого. А ты где? Ты же с ней постоянно видишься. Она разрешила. Ну, тогда говори скорее адрес Карины. Боже мой. Ребят, представляете, я только что разрешила этому дедушке Морозу сказать мой адрес и доставить подарок вместе. Вау. Это просто прекрасно. Ну, и волшебство в преддверии Нового года. Говори адрес. Я в магазин за хлебом. Знаешь, короче. Ну, я бы была очень рада, если бы увидела этого дедушку Мороза. Пофиг в магазине, где он пошел за хлебом или не в магазине. Но я так понимаю, что это все-таки не существующий дедушка Мороз. С кем мы сейчас переписываемся? Живет она на станции метро Планерная. Поедешь туда одна? Я хотела с тобой. Это раз. Два. Я не живу на станции метро Планерная. Нет. Я, во-первых, на метро не передвигаюсь. Я не знаю вообще, что это за станция. Там встретимся около гаражей. Боже мой, может это дедушка Мороз маньяк? В смысле встретимся около гаражей? Ребята, объясните мне, что за пипец? Ты что, маньяк? Господи, ребят, мне становится не по себе. Мне кажется, этот ролик сейчас перерастет из веселого видео в страшную мистическую историю. Ну, со мной даже не знаю. Я упаковываю подарки. Ну, тут у нас дедушка Мороз начинает постепенно палиться. Я не верю, что ты существуешь. Напишем ему так. Ты что, эмоджи-клоуна? Нет, конечно. Я просто дедушка Мороз. И я капсом напишу, типа, я тебе не верю. И тут сейчас мы его, в принципе, начнем выводить на чистую воду. Запишем видео. Приветик, как я это обычно делаю. Что этот прекраснейший дедушка Мороз попал в видео. И поймем, кто же все-таки скрывался за этим прекрасным аккаунтом. А ты, маму, слушаешься? Думаю, она тебе говорила, что я существую. Могу прислать свое фото. Нет, не надо. Я думаю, на этом можно завершать. Мы поняли, что это уже, типа, бред. Начинаются всякие доказательства. Можно уже записать вот этот прекраснейший видосик. Дорогой дедушка Мороз, я искренне передаю тебе привет. Я хочу сказать огромное спасибо за то, что ты рассказал всю правду про меня. Огромное тебе спасибо. Я тебя просто обожаю. Вот, не обманывай больше никого. Это очень-очень плохо. Итак, делаю чуть-чуть потише. И отправляем ему этот видосик сразу в диалог. Естественно, сейчас, может быть, полезят какие-то скриншоты, доказательства. Но я думаю, что эта девочка или мальчик, который скрывается за этим аккаунтом, уже в полнейшем шоке. Тут мы еще пропустили с вами два сообщения. Ну а что, ты не веришь мне? Я же к тебе всем сердцем. Боже мой, этот дедушка Мороз, ребятки, к нам еще всем сердцем. Очень-очень круто. Посмотрим, как этот дедушка Мороз отреагирует на столь прекраснейший видеопривет. Пишет, о боже! Я уже не знаю, ребят, я устала вот от этих всяких разоблачений, переписок. Это уже капец. Дедушка Мороз отправляет мне всякие сердечки, пишет, я в шоке. Я напишу ему просто, не обманывай больше. Так делать не надо. Карина, а можно я стану твоим дедом Морозом? Боже мой, ребят. Боже мой, что за бред? Лучше признайся. Ты девочка или мальчик, и как тебя зовут? Перед тем, как я написала, так делать не надо, мне этот дедушка Мороз написал, можно я стану твоим дедом Морозом? А потом я сказала, типа, так делать не надо, и мне написали, хорошо. Да, мы вывели на чистую воду, как обычно, всех этих прекрасных фейков. И мне написал этот дедушка Мороз, ладно, я мальчик, и мне скоро 12, зовут Максим. Эх, я сейчас напишу, просто удачи тебе, Максим. И мне написали. Ну ладно, что ж, зато ты ответила. И на этом, мои дорогие, я хочу закончить сегодняшнюю переписку. Да, я знаю, что вы их любите смотреть, и я буду продолжать выводить всех этих прекрасных фейков на чистую воду. Напоминаю вам про два новогодних эмоджи, которые я для вас спрятала. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до самого конца. Напоминаю вам про 50 тысяч лайков. Если вы все-таки наберете это число, то следующее видео в эту же секунду выйдет на моем канале. Кидайте те эмоджи, которые вы нашли вот сюда, вот в директ в инстаграме. Естественно, переходите по ссылочке или находите мой ник. Ну а с вами была Карина. Всех с наступающим Новым Годом, и до скорых встреч. Пока-пока, не ведитесь на фейков.